МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роспотреб и Ростельхоз. Надзоры опровергли сегодня информацию об объединении ведомств. Представитель одного из учреждений обвинил журналистов в неверной трактовке его слов. Он же имел в виду лишь слияние функций, чтобы ведомства не проверяли одно и то же на одном и том же предприятии, как это, по-видимому, случается. А вот объединение тюменских вузов – дело все-таки решенное. Об этом не только. В программе ТСН «Итоги» в студии Роман Явныч. Здравствуйте. И вначале главная тема выпуска. С удвоенной силой. Мы сегодня решаем задачу для региона. Ректоры тюменских вузов объяснили, что получится после объединения. Личный автомобиль постепенно превращается в роскошь. Платным парковком в центре Тюмени быть. Реакцию общества обсудим с представителем Народного фронта. Права от бесправных. Ряд автошкол у нас нарушают требования действующего законодательства. Почему нелицензированные автошколы до сих пор работают? По чем подарок для ребенка? На собрании сказали, нужно собрать 2500 рублей. Кто имеет право собирать деньги в детсадах и школах? Инвестиций много не бывает. Как не должно у властей в муниципалитетах быть приоритетов исключительно в виде крупных инвесторов. Как с этим обстоит дело в Бердюжском районе, сегодня проверил губернатор. А заодно побывал в гостях у участников регионального жилищного проекта «Дом для молодой многодетной семьи». Рассказывает Оксана Павлова. Инвестиционный проект Валентины Ерофеевой состоит из двух производств – хлебобулочного и мебельного. Пекарня работает уже 10 лет, а недавно взялись и за кондитерку. За последний год модернизировали предприятия. Установили в цехах новые печи, оборудование для нарезки и упаковки продукции. Объем выпечки увеличился в два раза. Зашли в федеральные сети и даже на рынок Кургана. Мечтают освоить Тюмень. Надо этой темой позаниматься, кстати, активно. Если у нас там сегодня есть дефицит на тюменском рынке, тогда дать возможность, чтобы заходили с хлебобулочными изделиями на своем. Помимо хлебного направления, предпринимательница развивает и мебельное дело. На такой инвестиционный проект понадобилось 22 миллиона рублей. Приступили к строительству цеха по производству мебели. Мы изучали именно корпусную мебель, которая идет лучше, чем мягкая на сегодня, по крайней мере, последний год. И плюс в том, что мы будем работать с индивидуальными заказами, то есть шкафы-купе, строенная мебель, что сегодня покупатель больше пользуется спросом, чем готовая. Есть с кадрами проблема, мы их решаем, но у нас плюс в том, что мы можем еще к нашим партнерам приехать и их поучить. Также Владимир Якушев посетил предприятия двух ведущих сельхознаправлений – молочного и мясного. Они давно заняли свою производственную нишу и стабильно работают. В мясопереработке задействовано 25 человек. На молочном предприятии – 122. Надо развиваться дальше и для этого увеличивать сырьевую базу. Есть финансовые инструменты, есть возможности это перерабатывать, потому что достаточно крепкое перерабатывающее хозяйство по молоку, крепкое перерабатывающее хозяйство по мясу. И сегодня нужно наращивать просто объем сырья. Поэтому есть чем заниматься. И самое главное, в этом всем процессе появятся и новые рабочие места, и есть достаточно серьезные перспективы. А еще сегодня глава региона побывал в селе Окунево, где поздравил с новосельем многодетную семью Солодовниковых. Супружеская пара с пятью детьми получили новое жилье, став победителями партийного проекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи». Его инициатором был Владимир Якушев. Он отметил, что такие дома должны появиться в каждом районе Тюменской области. Оксана Павлова, Евгений Пытько, Тюменское время. История повторяется. Бывший строительный факультет Тюменского индуса возвращается в Альма-Матер. Сегодня ректоры нефтегазового и архитектурно-строительного университетов прокомментировали объединение своих вузов. Название будущего опорного университета еще предстоит выбрать студентам и преподавателям. Но сейчас это не единственный, да и не самый главный вопрос. Реакция обучающихся и обучающих на учреждение «Два в одном» узнала Ангелина Лисько. Новость об объединении вузов взбудоражила тюменскую общественность. Особенно обеспокоены будущие абитуриенты и нынешние студенты. Ходят слухи о том, что кого-то куда-то там будут переводить, будут разделять факультеты, куда-то там будут уходить преподаватели. Все сейчас в замешательстве от слухов, которые ходят по университетам. Однако, как уверили журналистов-ректоры, на студентах реорганизации не скажется. Разве что в 2016 году выпускники получат дипломы нового объединенного вуза. И он будет выше по статусу «Все перемены» ради того, чтобы создать качественно новый опорный университет для подготовки инженерных кадров. Идея, она родилась и в коллективе строительного университета, и в коллективе нефтегазового университета. Осознавая, что это шаг, без которого сегодня, ну, фактически эффективно реализовать и качественно реализовать образовательный процесс, ну, не представляется возможным. Кто будет ректором, пока вопрос не стоит. Точно известна общая цель – сделать новый вуз конкурентно способным на мировом уровне. Для этого хотят привлекать ведущих ученых, в том числе и из-за рубежа. Не обойтись без минимальной оптимизации. Она коснется сотрудников общенаучных кафедр, например, иностранного языка, физики, математики. А вот профильные кафедры будут только расширяться, в том числе для целевой подготовки специалистов, например, для предприятий «Ямала». Полтора недели назад мы были на конференции. Есть у нас предположение, что как раз необходимо открывать дополнительные магистрские программы. Есть пока у нас первые переговоры о создании базовых кафедр. Здесь у нас лаборатория, где студенты после объединения будут продолжать учиться и нарабатывать свою практику. В вузах уже вовсю готовятся к слиянию. Если обратиться к истории, в 1971 году именно из состава индустриального института, ныне нефтегаза были выделены направления, которые вошли в основу архитектурно-строительного вуза. Теперь все будет как прежде. Евгений Артамонов – выпускник первого набора индустриального института. Считает, что сейчас улучшится материально-техническая база, да и приемная кампания будет более жесткой. Ведь отбор будет проходить в один, а не два вуза. Обезориент зачастую было трудно поделиться с выбором. И мог сильно обезориент не поступить, растеряться, а более слабо поступить. То есть ждут повышения качества приема обезориент. Тюменские ректоры параллельно подали заявку в Минобор на участие в конкурсе по созданию опорного вуза. Таких по всей стране к 2020 году должно появиться порядка сотни. В случае победы можно будет рассчитывать на увеличение финансирования, а также количество бюджетных мест. Ангелина Рисько, Дмитрий Бурматов, Тюменское время. Для справки, создание сети опорных университетов – это второй этап реформы высшего образования страны. Он позволит объединять вузы, подчиненные различным министерствам. Эту программу анонсировали еще в июне. Изначально речь шла о создании по одному опорному университету в каждом регионе. Позднее в Миноборе увеличили общее число до 150. Процесс это не быстрый, и о собственном опорном вузе заявили пока лишь в нескольких городах. В Воронеже, в Челябинске, в Кирове и вот теперь в Тюмени. Объединение архитектурно-строительного и нефтегазового университетов, участие ТюмГУ в проекте 5.100 и другие изменения в профессиональном образовании нашего региона прокомментировал Владимир Якушев в интервью нашей телекомпании. Программу «Главная тема» смотрите завтра, 29 октября, в 19.30 на РЕНТОВ, в 21.30 в полночь на телеканале «Тюменское время» и также в полночь на СТС. Далее в выпуске рубрика «Обзор СМИ» в студии уже находится моя коллега Анна Чеханадская. Аня, добрый вечер. Добрый вечер, Роман. Много интересного сегодня писали в Тюменске интернет-издании. О чем конкретно, расскажу прямо сейчас, если позволишь. Не то, что конкретно, но самое интересное. Точно. Пожалуйста. Продолжение следует... Роман стартовал сегодня в технопарке. В нем принимают участие специалисты клиник разных стран. Областную столицу идет похолодание. О штурмовом предупреждении пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на Тюменский гидромедцентр. Сильный ветер, мокрый снег и метели ждут уже в пятницу, 30 октября. Северо-западный ветер будет дуть с большой скоростью. Порывы могут достигать 16, а местами 18 метров в секунду. Автомобилистам ЕБДД советуют воздержаться от дальних поездок. Тюменские пенсионеры по ошибке начали занимать парковки для инвалидов. О том, что жители неправильно восприняли новость, о предложении тюменских депутатов сообщает Семдеса двору. И сегодня только в парковочном кармане, расположенном в районе прикрестка улиц Республики и водопроводной, экипаж дорожно-постовой службы вынужден был разъяснять единые для всех правила дорожного движения и оформлять предписание сразу нескольким нарушителям пенсионерам. Ну, напомню, Рома, предложение депутатов, тюменских депутатов, еще будет только обсуждаться. Ну, а пока все по-прежнему. Пенсионное удостоверение не дает право парковаться на местах для инвалидов. Ну, а штраф по-прежнему 5000 рублей. Ну, вообще говоря, автолюбителям скоро придется раскошеливаться за право парковать автомобили в центре. Об этом буквально через несколько секунд. Спасибо, Аня. Спасибо, Ром. А мы продолжаем. Действительно, сегодня центральные улицы Тюмени больше напоминают автопарковки, а на поиск свободного места возле большинства госучреждений в среднем уходит около 15 минут. В год набегает 20 часов. Таковы данные опроса, которые провели сотрудники городской администрации. Тем не менее, две трети опрошенных добираются до работы на личном транспорте. На 6000 парковочных мест в границах центра Тюмени приходится почти 8000 автомобилей, въезжающих в эту часть города в будни. Примерно 1800 водителей оставляют свои машины в запрещенных местах. Городские власти предлагают перенять опыт мегаполисов и сделать парковку в центре платной. Инициатива неоднозначная, к ее обсуждению подключились общественники. Гость программы, член регионального штаба ОНФ Евгений Семеняка. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте попробуем вкратце объяснить нашей аудитории, что предлагает для решения проблем парковок в центре города, предлагает городская администрация. Мэрия города на сегодняшний день, с начала 2016 года, вводит в тестовом режиме две платные парковки. Они будут расположены у мэрии города, то есть это площадная парковка и парковка по улице Герцена. Учитывая ажиотаж, который сформировался, возник вокруг этой ситуации, вокруг вот этих вот пока тестовых парковок, а в перспективе, я так понимаю, их будет не две и даже не пять, а значительно больше, ажиотаж есть. Видимо, общество разделилось, как водится, на две части. За и против. Или это же по данным ОНФ немножечко не так? Ну, на самом деле нет. Два мероприятия, которых проводил Всероссийский народный фронт, это Круглый стол, совместно с Тюмень-Гортрансом и депутатами Тюменской городской думы, и вчера проводился Круглый стол с блогерами тюменскими, выявил тенденцию, что все заведения платных парковок в городе. То есть, как таковы, чисто противников нет? Чистых противников нет абсолютно. То есть, каждый, кто был участником этих Круглых столов, кто обсуждал эту проблему в социальных сетях, все за. Но, наверное, с оговорками? Конечно, с оговорками. Это льготные группы населения, это плата, сколько будет стоить час этой парковки. То есть, вот в основном дебаты были вокруг этого. Дискуссия шла вокруг этих проблем. Ну, насколько я знаю, сегодня в городской администрации прошло одно из рабочих совещаний как раз по этому поводу. То есть, пока ценник, он еще это формируется, да? Пока цена определена, как руководитель Тюмень-Гуртранса сообщил, это 20 рублей в час. Наверное, будут какие-то льготы, какие-то скидки по этим парковочным местам, если там человек заранее. Я думаю, это все идет в процессе обсуждения. Для чего, я думаю, мэрия Тюмени в тестовом режиме и запускает вот именно две тестовые пластные парковки, где будут отработаны все, значит, нюансы этой работы, будут учтены все пожелания и какие-то негативные моменты по этой работе, чтобы потом это тиражировать уже дальше по городу. Наверное, резонный вопрос. Вы у нас находитесь в студии, как член регионального штаба общественно-народного фронта. К пожеланиям вашим городская администрация прислушивается и прислушается ли в решении вот этого вопроса, больного на самом деле? Здесь идет такая конструктивная работа, и я надеюсь, что все мнения и замечания от наших граждан, что поступают, я думаю, будут учтены в работе. А в качестве, ну, так скажем, дополнительного выхода из ситуации не рассматривался вопрос многоуровневых парковок. На месте вот этой большой парковки, достаточно просторной, возле городской администрации, почему не сделать и подземную, и надземную, там, пару-тройку этажей? Сколько там мест было бы больше? Знаете, я думаю, это вопрос все-таки уже инвестиций. Нужно начинать с малого, а потом уже смотреть, как будут работать эти проекты. Нужно с чего-то всегда начать. Наверное, это инвесторы потенциально и так же это проанализируют? Я думаю, инвесторы потенциально и так же, ведь мы понимаем, что построить многоэтажную парковку в центре города, это большие инвестиционные вложения. И инвесторы, конечно, будут смотреть, как будут развиваться движение на этом рынке, как это будет законодательно сделано. Поэтому здесь, я думаю, пройдет определенный период времени, когда люди начнут вкладывать в этот бизнес деньги. Ну, как говорится, поживем, увидим. Евгений, спасибо, что пришли. До свидания. Спасибо, до свидания. Пересаживаемся на общественный транспорт. Я напомню, все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на сайте tumantime.ru, а также на YouTube и в группах «Тюменское время», в соцсетях, в Facebook и ВКонтакте. Вернемся в студию после блока новостей из районов области. Более 60 тобольских семей стали новоселами. Жилье получили в поселке Сумкино и в двух домах Нижнего Посада. Площадь некоторых квартир почти 90 квадратных метров. Из окон виден Кремль. Городская администрация заключила еще один контракт на приобретение 120 квартир в новом доме одного из микрорайонов. В списке на газификацию Завдыковского городского округа попало и село Бершино. Строительство 5-километровой магистрали даст возможность подключить 108 абонентов. Все работы обещают закончить до конца октября. После этого приведут в порядок улицы. Тюменские силовики отрабатывают профессиональные навыки. Полевой выезд – это подведение итогов, проверка, чему бойцы научились за год. На военном полигоне сотрудники ОМОН проведут неделю. Кроме стрельбы будет марш-бросок по пересеченной местности и тактические учения по штурму здания. В Лютровской школе имени декабристов провели 15-й турнир по шахматам на Куба главы города. На состязание приехали 115 представителей 16 территорий Юга области и Сургута. В итоге первые три ступени заняли шахматисты из Тюмени и Ишима. Экзамены в ГИБДД будут принимать по-новому. О грядущих изменениях сегодня заявил глава МВД. За каждую ошибку в теории придется отвечать на пять дополнительных вопросов, а на автодроме вместо трех элементов будет пять. Ждать недолго. Документ уже направлен в Минюст. Тем временем до сих пор идет борьба с автошколами. По стране из 6 тысяч учреждений разрешение, специальную лицензию не получили 14%. И многие из них так и продолжают работать. Результаты прокурорской проверки в Тюмени узнала Анна Княжева. Своё водительское удостоверение Дмитрий получил спустя несколько месяцев после окончания автошколы. Учебное заведение набирало курсантов, не успев получить лицензию. Десятки людей оказались в подвешенном состоянии. Внутренний экзамен они не сдавали, документов, подтверждающих, что обучение пройдено, долго не могли получить. В итоге решать проблему будущим автомобилистам пришлось самостоятельно. Уже сам пошел на экзамены, платил дополнительно госпошлины, которые обычно входят в стоимость оплаты обучения в автошколе за аренду машины во время сдачи финальных экзаменов. То есть как бы сдать-то сдал, но неров потрепали изрядно с этой ситуацией в автошколе. В подобной ситуации может оказаться любой тюменец. Областная прокуратура проверила несколько автошкол и нашла грубые нарушения. Ряд автошкол у нас нарушают требования действующего законодательства. Автошколы осуществляют свою образовательную деятельность в филиалах по адресам, где обследования учебно-материальной базы проведены. Госинспекция безопасности дорожного движения не были. Это значит, обучать будущих водителей в автошколах не имели права, ведь при получении лицензии фирма указали другие адреса. Прокуратура возбудила два дела, одну из школ уже оштрафовали на 40 тысяч рублей. Других обязали устранить нарушение, иначе заведения могут лишиться лицензии. Мы, скажем так, ежедневно проводим мониторинг учебной деятельности учебных организаций. Это и в интернет-сайтах, это и в средствах массовой информации, это и в газетах, и, скажем так, рекламных объявлениях, где данная учебная организация предлагает свои услуги. Смотрим, имеет ли данная учебная организация по указанному адресу заключения государственной инспекции. Если нарушения находят, информация передается в прокуратуру. К слову, новые требования к автошколам вступили в силу год назад. С тех пор количество таких учебных заведений сократилось на 30%. Сейчас в области 44 автошколы, большая часть из которых находится в Тюмени. Список лицензированных учреждений опубликован на сайте госавтоинспекции. Анна Княжева, Сергей Мякишев, Тюменское время. И еще информация для автомобилистов. В России расцвела продажа поддельных полисов ОСАГО. Из 42 миллионов таких документов, около миллиона поддельные. Данные приводят в Российском Союзе автостраховщиков. Это значит, что на 100 проданных полисов обязательной автогражданке приходится примерно два фальшивых. Причем качество подделки находится на высочайшем уровне. Присутствуют все степени защиты. А все потому, что поддельным является только номер. Сам бланк настоящий. Один полис оригинальный, выпущен страховой компанией, для страховой компании. Есть полис точно с таким же номером, но выпущенный подпольно. Избежать покупки, покупая только либо в офисе компании, либо только у проверенных брокеров. По данным компании «Росгострах», возбуждено пока 22 уголовных дела. 11 человек привлечены к ответственности за продажу поддельных полисов. Тем временем у родителей другие заботы. Новый год не за горами. По традиции в школах и детсадах начинают собирать деньги на подарки. По Тюмени средние суммы для школьников от 1000 до 1500 рублей, для дошкольников от 500 до 1000. Такие суммы не каждый готов тратить на типовой подарок для своего чада. Но и противостоять родительскому комитету могут не все. Этой теме сегодня в городском департаменте образования посвятили целое совещание. Так все-таки законны или нет праздничные сборы, разбиралась Ирина Шипилова. От родительского комитета, как от коллекторов. Порой скрываться приходится. Едва ребенок Татьяны пошел в детский сад, начались денежные сборы. Уже на новогодние праздники. И суммы обозначили такие, что хоть кредит бери. На собрании сказали, нужно собрать 2500 рублей. Каждому ребенку, это каждый по 2500, если, например, двое детей ходят в садик, общалась с мамочками из других районов, там, восточном, да, там вот они не собирают почему-то. Такая разница в судьбе родительских финансов зависит от управления и даже размера дошкольного учреждения. Сегодня на каждого ребенка в Тюмени из бюджета выделяется 18 тысяч рублей на обучение и 52 тысячи на присмотр и уход. Есть еще финансирование на питание, ремонт и охрану садика. И чем он больше, тем расходы на закупаемые товары оказываются меньше. Так в течение года сумму на подарки можно накопить, как это сделали в 61-м детском саду. Уже третий год мы будем радовать наших воспитанников статкими новогодними подарками, совершенно без дополнительного привлечения родительских средств. У нас развиты в детском саду допуслуги, поэтому очень хорошая подспорья, можем воспользоваться вот этими денежками. Бесплатные подарки в 300 граммов и пару сотен рублей у родителей претензий не вызывают. При самостоятельном же сборе почему-то такую сумму мама и папа редко рассматривают. Чтобы найти подарок за 2500 рублей, нужно еще очень постараться. Такие наборы у родителей традиционно считаются более дорогим презентом, нежели собирать кулек самостоятельно. Но даже с учетом такого расточительства за 2500 можно купить подарок больше 3 килограммов весом. Безусловно, будет и бонус. Диатез. Приобретение подарка в детских садах не гарантировано государством. Но вот контроль за сбором денег на территории садика ведется. Ведь это собственность муниципалитета, потому все должно происходить только добровольно. С родительскими комитетами мы будем работать, чтобы вот таких фактов и таких сообщений о больших суммах на новогодние подарки, каких-то понуждений не было. Конечный итог, наверное, любого новогоднего праздника – это сказка, а не килограммы конфет. Впрочем, у всех родителей есть законное право купить и подарить ребенку тот подарок, который по карману. Ирина Шипилова, Антон Пригорницкий, Тюменское время. Завтра вместо ТСН итогов в это время смотрите программу «Главная тема». На сегодня у нас все. Спокойной ночи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok